СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Да, конечно. Мы стараемся чередовать как-то нашу программу СОЮЗ НЕРУШИМЫ. Мы говорим о серьезных, о духовных вещах, о сути, глубокой сути. Говорим о праздниках. Сегодня у нас событийная такая будет передача, и наши гости должны не просто будут рассказать о том... Выгодно представить, красочно. Заманить. Так, продать, короче, свое мероприятие нашим слушателям. И тогда... Но не очень. А то, если весь город соберется на ваше мероприятие, понимаете, там вообще места не будет тогда. Так что и вам придется работать, работать и работать. С удовольствием. С удовольствием. Чем больше народу, тем вообще прекраснее. Итак, мы сегодня говорим о национальном фестивале под названием «Мы Содружество», который, внимание, состоится уже завтра в нашем городе, 9 сентября, в субботу. Все это будет проходить на базе Дома Дружбы Народов. Да. Да, все верно. Да, да, да. Ну, Дом Дружбы Народов, скажем, что это бывший ДК Металлургов, располагается на Октябрьском проспекте, напротив ОЦМ. Если ехать туда на автобусе или на троллейбусе, вы мимо не проедете. Точно. Выходите на соответствующие остановки и попадете в Дом Дружбы Народов. Ну, данное мероприятие, оно уже анонсировано во многих СМИ и в том числе на сайте городской администрации. Ну, дело в том, что именно муниципалитет, да, мы не ошибаемся, именно муниципалитет профинансировал данное мероприятие. Частично профинансировал данное мероприятие. Мы получили городской грант на проведение этого фестиваля «Мы со дружеством» и приглашаем гостей и жителей города на межнациональный праздник. Сейчас мы будем рассказывать подробно, в чем суть этого мероприятия. Ну, почему именно эта дата выбрана? Почему именно сентябрь? 9 сентября – День красоты. День красоты? Да. Есть такой день, Международный день красоты. Международный день красоты. Да. А изюминкой нашего фестиваля будет конкурс национальных костюмов. Поскольку это очень красиво, то это пройдет 9 сентября. Вот, собственно, и вся загадка. А много заявок уже у вас поступило? Или нет вообще такого понятия, как заявки? Нет, почему заявки? Потому что это будет конкурс с тремя номинациями. То есть номинация «Женский костюм», «Мужской костюм» и «Детский костюм». По три призовых места на каждую номинацию. Итого 9 будет награжденных? Участников на сегодняшний день 21 человек, желающих заявку подали. Заявку подали. А без заявки можно? Ну вот сейчас кто-то услышит нас, решит поучаствовать. Уже нет, заявку мы уже не принимаем, но прийти в национальном костюме может каждый. И вы заметите. И представим его, да, во всей красе. Но приз уже не дадите. Приз зрительских симпатий. Жюри имеют право учреждать дополнительные номинации, поэтому милости просим в национальном костюме. Бурные, громкие оптименты. Так что, Володя, мы с тобой завтра одеваем свои национальные костюмы. Можем поменяться, кстати. Да, можем поменяться. Я азербайджанский. А я русский. И все. И будем биться за приз зрительских симпатий. А еще надо сказать, что победители этого конкурса свои костюмы передают Центру национальных культур. Нет, Володя, мы завтра не пойдем. Разденут. Я хочу еще добавить, что в качестве приза победители получают банковскую карту с определенной суммой. Каждый победитель, каждый призер и в каждой из номинаций. Вот эти 9 призовых мест, они все получат банковскую карту. Сумму-то можем озвучить? Что же делать из этого тайна? Вообще не тайна. Первое место 10 тысяч рублей. Собственно, это неплохо для нашего города. Это очень даже хорошо, я бы сказала. Второе место 8 тысяч рублей. Третье место 5 тысяч рублей. Это замечательно. Ну, хорошая сумма, правда, для некоторых национальных костюмов это будет как бы недостаточно, потому что красивые костюмы стоят очень дорого. Но если только вот для того, чтобы обогатить, кому будет отдаваться костюм? Дому Дружбы Дорога? Центру национальных культур. Ну, разве только, чтобы обогатить экспонатами вот этот центр или костюмы? Ну, эти костюмы, во-первых, не будут использоваться только центром. Их может будет как бы взять любой... Ну, так на любой праздник. На любой праздник, да, будут ходить. Также в любом случае национальное объединение шьют костюмы за свой счет, да? И здесь есть какая-то возможность их за это простимулировать. И также точно они будут брать эти костюмы, ходить на городские праздники. Да. И радовать нас, жителей города. 21 заявка, да, Вэлла, сказали, кто представители каких культур? Заявились. Так, ну, конечно же, евреи во всех номинациях. Во всех мужской, женский или детский? Мужской, женский, детский. А пишите, пожалуйста, сразу, чтобы понимать, как выглядит национальный костюм еврейский. Мужской, женский, детский. Мы попытались создать какой-то собирательный образ. Ну, вот хочу сказать, что женский костюм, это что-то похожее на сифардский. Поясняйте еще проще. Это платье? Это некое платье? Это отдельная юбка? Это такие брюки-юбка, блузка. То есть классическое восприятие еврейского костюма, в общем-то, сохранено. То есть белая блузка, жилетка, брюки-юбка. Тона светло-темная, да? Белая-темная. Да, тона бело-черная. Бело-черная. Но там некоторые, ну, небольшие вариации. Больше белого, чем черного? Да нет, наверное, 50 на 50. Вот. Значит, вот один костюм, это скорее сифардский. Это я рассказываю... Как это сказать? Кто такие сифард? Вот, я пытаюсь сформулировать. То есть слово... Мне в голову приходит слово разновидность. Но это разное. Вот есть понятие еврей вмещает в себя несколько разных... Под культур. Под культур. Под направлений таких. Да, вот как-то правильное слово, хорошее. То есть я не буду перечислять, там буквально несколько. Там ашкеназы, сифарты, фалаши, литваки, караимы, крымчики, то есть и так далее. Это можно перечислять очень долго. Значит, и вот вернусь к костюмам. Один похожий на сифардский костюм. Естественно, все костюмы на конкурсе стилизованы у всех. Вот. Один костюм скорее, ну, я бы сказала, ну, что-то в стиле литваков. Вот. Детский костюм у нас будет мужской. Это мне нравится больше всех. Это будет девочка, переодетая мальчиком. Но с пейсами, как положено, на длинную рубаху будет надет талит катан. Это такая специальная одежда еврейская. То есть все как положено, выдержано. Ну, и мужской костюм, он, собственно говоря, классический. Белая кипа, светлая рубаха, жилетка, брюки. То есть там как-то так. Вот. То есть народ услышал, что, значит, евреи готовятся очень-очень-очень серьезно к этому конкурсу. То есть они нацелились на первый приз. Ну, это как жюри. На три первых призов. На три, да-да-да. Поэтому мы предупреждаем все остальные диаспоры, чтобы они тоже так же серьезно готовились. Нет, готовятся все очень серьезно, потому что на самом деле вот узбекский костюм женский будет представлен. То есть мы сейчас перечисляем, да, национальности. Да, это все покупается или это все готовится, шьется вручную на машинку? Кто-то шьет, ну, шьют. Я думаю, что в основном все шьют. Ну, я могу за себя сказать. Мы, конечно, шили. Здесь-то купить как бы национальный костюм, если только в Узбекистане купить там. Там действительно тоже заказывается частным порядком. Я знаю, что узбеки костюм шьют. Да. Что таджики представляют не только таджикский костюм, но и памирский. Памирский? Да, да, детский будет памирский костюм девчачий, да, причем они вяжут вот эти... Поясните для тех, кто не в курсе, памирский это... Это как вот у евреев разные... Даже под эти вот разветвления такое пошло. Да, 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 вот. Я знаю, что татары шьют. Детский, да, по-моему, Леонид Анатольевна? Да. Что они шьют его? Тоже будет красивый татарский детский костюм, да. Да, должно быть красиво. Будет азербайджанский женский костюм. А мужской, детский? А сейчас я соображу, я вот просто на память не помню, знаю, что дагестанский будет мужской. Помню. Что у нас? Подскажите, пожалуйста, Леонид Анатольевна. Индийские костюмы. Индийские, да, будут женские и детские. Вот. Что у нас еще? Грузинские костюмы. А, грузинские костюмы. Что? И грузинская диаспора самоактивизировалась. Получается так? Можно сказать так, да. Отдельные. Представители. Представители, да, тоже подали заявки. Тоже три костюма у нас грузинских. Ну, классно очень, да. Детские, два женских. Как-то они не проявлялись раньше, да, да. У них есть инициативные люди, оказывается. Которые хотят представить. У нас также будут традиционные костюмы представлены, то есть непосредственно аутентичные костюмы, это костюмы Мари. А, да, я же забыла. С района, да, они едут с района. Удмуртов. Удмуртов не будет, люди едут из Уржума, из Кельмези, Марийцы. Ну, русские. А, нет, на конкурсе русского не будет. Вот про русский я хотел спросить. Русский костюм. У нас ведь очень есть богатые вятские, так сказать. Русский или вятский? Непосредственно костюмы на праздники будут, и в русских костюмах будут участники праздника, фестиваля. Но на конкурс они их представить не готовы, поскольку костюмы дорогие, и отдать они их не готовы. Вот я об этом и хотел, так сказать. Все-таки вот такая материальная составляющая, она тут, да? Ну, конечно, люди шьют классные костюмы, а мало того, что они вкладывают туда труд, там еще и материалы, ручная вышивка, да. Если бы, ну, опять, приз, возможно, надо было спонсоров, и призов бы больше. Я думаю, что мы будем продолжать работать в этом направлении. Это просто первый фестиваль, это начало многосерийного сериала, я надеюсь. Ну, мы чуть позже перейдем к тому, как готовилось данное мероприятие, как вообще идея появилась. Как будет выглядеть это представление национальных культур, национальных костюмов? Это дефиле будет, это специальный подиум, давайте вот об этом подробнее. Я все пытаюсь вставить, да. Как это будет вообще обставлено? Просто очень много вопросов интересных сразу. Обязательное условие конкурса. Человек не просто должен выйти в костюме и пройти, он должен в этом костюме исполнить какой-то номер. То есть он должен костюм обыграть. По возможности номер на национальную тему, но кто как сможет. То есть у нас будут и стихи у кого-то на национальном языке, танцы, песни. И, по-моему, у Марицев даже свадебный обряд. Свадебный обряд, да. То есть как-то так. Это будет что-то вроде концерта и конкурса, то есть что-то интересное. Не обязательно тот, кто костюм демонстрирует, да, может быть, группа поддержки, которая как раз и представляет модель. Собственно, не один только выступающий может быть, да? Не один человек в костюме. Ему могут помогать. Конечно. Это такое целое действие такое. А он такая центральная фигура или она. Да, да, да. Вот у нас как раз еврейский номер такой, групповой. Вы непосредственно участие принимаете? Как же, конечно. Это еврейская диаспора номера. А что будут делать евреи с своим костюмом? Ну, детский костюм у нас будет, я так сейчас, фраза получается интересная. Детский костюм будет читать стихотворение. О маме, наверное? Нет, о дружбе народов. О дружбе народов. Вот. А женский и мужской костюм, ну, нет, я не буду рассказывать. Мне хочется сохранить интригу как-то. С чего вы вообще решили? Да. Вот участвовать, писать проект этого, чтобы получить грант. Вот вообще, вот, девиз этот, там, мы садим. Вот с чего это вы решили, что вы вот это сделаете в сентябре? Значит, вдруг, вот, ну, день красоты. Можно. Или вы начнете, или нет. Решили. Как рождалась идея, вообще. Да. Почему вы решили это делать вообще? Мы узнали о конкурсе. Случайно? Ну, администрация. О грантовом конкурсе. Да, о грантовом конкурсе. И подумали, а почему бы и нет? И в процессе обсуждения, такой маленький момент, вот, моя первая профессия модельер. И, то есть, мы как-то так, хи-хи-ха-ха, а давай-ка. И зацепились, то, что называли, именно за эту тему. Алина Анатольевна, она вообще супер творческий человек, она говорит, да это же вообще круто. Это, собственно говоря, она придумала, вот, моя была, как бы, вот, фраза сказанная. Ну, вы дали посыл этой фразы, а... А все остальное придумала она. Елена уже конкретную, собственно, форму озвучила. Да, да, да. О, это может быть вот такое мероприятие. И вы сели, разработали все эти бумаги и подали. Да. Да, за ночь написали проект и отдали. Мне вот нравится, вот, люди просто сели и за ночь написали проект. Но мне больше всего нравится, что этот за ночь написанный проект получил поддержку администрации города Кирова. Ну, многие такие вот вещи гениальные, хорошие, они же быстро делаются, на ходу. Ну, вот здесь вот я, понимаете, я вот обычно не хвалю как бы администрацию, а здесь вот мне хочется как бы сказать, что вот, ну, классно, что можно, вот, что такие вещи поддерживаются. Ну, да. Спасибо администрации. Спасибо администрации. Ну, и вам тоже, что вы вот решили, взялись, хи-хи-хи-да-ха-ха-ха, но, как бы, как вы говорите, да, вот, там, посидели там, вот, сказали, там, а вот что вы все-таки решились на это, ведь на самом деле-то это труд, так-то ведь не просто написать, а еще реализовывать же это дело. Вот реализовывать это труд, одно дело придумать, а другое. Придумать это просто, придумать это здорово. А потом начались все-таки согласования, думать, где проводить это все. А как вы узнали, что вы победили, вам позвонили, сказали? Нет, это было на сайте администрации, выложены победители, списочек победителей, и в числе их мы увидели себя. Понятно. После этого вы, наверное, стол накрыли там, и костей пригласили. Нет, мы схватились за голову, как это все провернуть сейчас. Да, то есть, понимаете, мы влезли в эту тему и такие, о-о-о, сейчас же придется это все делать, господи, господи, куда мы полезли вообще? Да, как-то так было, паника была. Все сами или совет просили, тоже представители диаспор, у которых есть большой опыт там в проведении таких публичных мероприятий. Подготовки грантов, фестиваля. Нет, диаспоры непосредственно тоже принимали участие в обсуждении. Изначально-то у нас, в принципе, мы это обсуждали на общественном совете Центра национальных культур, что нам нужен какой-то общий праздник. Просто мы уже здесь его, скажем так, в определенной рамке внесли, скорректировали. И изначально наш грант был об многоустройстве сквера дружбы народов, который нам не поддержали и сказали, давайте лучше проведем... Территория тут рядышком, да, напротив ДК. Да, давайте, говорит, вот мы уже подали эту заявку и ждали ее рассмотрения, но сказали, нет, давайте лучше вот не сквер дома дружбы, там определенные были нюансы, что невозможно было это провести, давайте какой-то праздник. И тогда у нас уже была наготове вторая идея, и, соответственно, вот ее нам не одобрили. От идеи сквера-то не отказываетесь? Потому что тоже... Нет, вообще, на самом деле, у нас есть... Вещь такая важная? Ну, это важная вещь, да. Ну, вот насчет идей я тут, конечно, выдам нашу военную тайну. На самом деле, у нас с Еленой Анатольевной есть большая и давняя мечта, это многонациональный семейный лагерь. За городом? За городом. На продолжительное время? На неделю, там, образно говоря, собираются вот, ну, пусть, грубо говоря, по пять семей разных национальностей, да, один день там, день азербайджанской культуры, другой день, деньги... То есть проводят именно люди, вот, люди этой национальности. Носители культуры. Да, носители культуры. Вот мы проживаем день, скажем, как, там, азербайджанцы. Следующий день мы все, вот эта группа, там, сто человек, ну, пусть сто человек. Следующий день едим рыбные еврейские блюда. Это намек на то, что я сегодня пришла без еды. Я ждала этого, ждала. Не успела. Я исправлюсь. Нет, нет, уже понимаем, да, простите, мы понимаем. Я исправлюсь, исправлюсь. Идея, конечно, замечательная, да, чтобы на несколько дней посвятить такой тематический лагерь. Мне кажется, это так. А в чем, вот, вот, вот вы говорите, что, да, ну, как бы формально проходят эти, ну, вот, ну, а вот вы что-то ведь хотите, чтобы вот изюминка это, что, вот, что вы хотите людям-то вот этим, что вы хотите, что вы должны вынести, вынести людям? Оставить, вложить в них. Что вы вложить-то хотите, да, да. Вы сейчас про лагерь, про лагерь или про фестиваль. И то, и другое. Я думаю, что, я думаю, что Елена Анатольевна вдохновляет именно вот то, чего она хочет вложить и в лагерь, и в фестиваль. Ну, я так думаю, может быть, у вас разные вещи вдохновляют вас? Ну, конечно, мы же все разные. У нас у каждого своя культура, свои традиции, обычаи. Мы должны знать их, помнить и показать это другим, что это интересно, это здорово, мы разные, но мы вместе. То есть, вот, как раз это единство разных, наверное, и мы должны вкладывать, вот, как идею всех наших мероприятий. То есть, вот эта радость вместе, вот это и есть изюминга. Ну, и не только даже радость вместе, а вот, я, например, человек очень любопытный, вот, опять же, возвращаясь к вопросу о лагере, мне было бы вот просто безумно интересно, на самом деле, прожить день, вот, да, в какой-то чужой культуре. Это же вообще-то, это супер. Ну, у меня вот нет возможности поехать в Баку, допустим, вот. Приезжайте. Нет, я так, к примеру, к примеру. И знаете, что вот это, вот это, это хорошо идея лагеря, не как бы, но вы приезжаете, и вы поживете в семье реально, и посмотрите, как бы, и посмотрите, как люди там живут, общаются, и как принимают гостей, неважно, какой конфессии или какой. Нет, я с этим, с этим я согласна, только за, но вот, вот такой-то вариант лагеря, мне кажется, он более бюджетный, и как-то. Лагерь это тоже хорошо. Нет, ну, в общем, чувствуется, что вы тоже этой идеей будете гореть. Я горю ей, я человек очень такой. Что-то подсказывает, что вы платите мне однажды этот лагерь, да? Я, да, наверное, я думаю, что да. Далее, читаю. Я вообще думаю, что это соединить надо каким-то образом. Возьмите кого-нибудь из наших профилакториев, там, руководителей, как бы, раз это семейный лагерь, все равно. И вот эту, если вы им предложите эту идею, я вот уверен, я даже могу вам с руководителями этих профилакториев даже помочь, как бы, устроить встречу, переговорить, чтобы там. И, на самом деле, это вообще будет очень, я вот тоже уже думаю, уже обдумываю далеко идущий так. Да, это может быть очень интересно. Люди все равно отдыхать собираются, да? Причем многие люди хотят отдыхать семейно. Вот. И да, и почему, и нет. И почему, и нет. И вот этот семейный лагерь на базе профилактория, ну, или санатория, вот, близлежащий. Загородного. Да, 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 да. Загородная база отдыха, вот что-то такое. Да, 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 вот, и вообще очень классно может быть. Да, я представляю себе, да, это может быть очень интересно. Тем более, что там развлекаться-то будет и проще, и интересно. Да вообще интересно. В общем, возьмем на заметочку. Да, да, да. Мы не забудем про эту идею организации такого национального лагеря. Далее, читаю в анонсе завтрашнего фестиваля «Мы с одружеством», там не только показы национальных костюмах, но еще и площадки традиционных народных игр. Дегустация блюд кухни народов мира. Самое интересное для Володи. Выставка декоративно-прикладного искусства. Мастер-классы, вот давайте об этом поподробнее. Лен Антон Левнов. Мастер-классы. По площадкам игр. Да. Площадки игр. Давайте начнем, после рекламы продолжим. Подробнее можете рассказывать. Хорошо. Союз нерушимый. И беседуем мы сегодня в Союзе нерушимом с Аллой Нуиковой, руководителем местной еврейской национальной культурной автономии. Еще одна наша гостья Елена Рыкова, директор Центра национальных культур. И наша тема, фестиваль. Да, сегодня речь идет о фестивале, о празднике, который организовывают эти две замечательные наши соотечественницы, или, как сказать, наши замечательные спикеры. Девушки. Чушь. Я вот тоже, я не обсуждала. Это сказал Володой. Давайте девушки продолжим. Нет, мне очень нравится, что меня называют девушкой, я с удовольствием продолжу. Любой желающий может завтра прийти, любой. Любой абсолютно желающий. Любой желающий во сколько начало? Начало вообще с 11 часов. Уже будут сидеть мастера с мастер-классами. Торговля будет? Торговля и игры. Торжественное открытие с 12 часов. В чем будет возможность тех, кто придет, участие в этом мероприятии? И они просто будут зрителями, или они будут как-то непосредственно участниками этих мероприятий? Непосредственно участниками. Все, кто придут, будут возможность попробовать блюда национальной кухне, поучаствовать в играх. Мастер-классы. Мастер-классы для всех желающих будут, в том числе кулинарные мастер-классы. У нас татары научат готовить чак-чак. В который раз они будут нас учить, готовить чак-чак? А я не знаю. Мы еще ни разу не учили. Мы ни разу. Не было? Не было. А будут танцевальные площадки для желающих, национальные танцевальные площадки? Например, вот кто-то хочет научиться потанцевать по-еврейски. Тем более, очень часто в фильмах ты там видишь, так сжигательно эти еврейские танцы. Еврейские, обещаю, будут. Кавказские, азербайджанские или дагестанские танцы. Хорошая тема, точно. Будут? Хорошая тема? Хорошая. Так, вы запишите, я вам счет пришлю. У нас просто... Просто мы как-то настроились, вот в связи с такой погодой, мы настроились на то, что у нас мероприятие очень должно быть мобильным таким каким-то. Вот. Планировалось все на улице. Вот. Да сейчас будет все под крышей. Все будет под крышей, но, опять же... Там же фойе есть. Да, это же... Мы сразу изначально решили, что это будет не обычное мероприятие, а какое-то отличающееся от остальных таких стандартных. Ну, нехорошо так говорить стандартных, наверное. Конкурс и концерт будет проходить не в зале, не в зрительном зале, а прямо на... На площадке. На площадке, в фойе. Да здорово. Это здорово. То есть это такое некамерное мероприятие? Нет. Не сидят люди в зале, не смотрят. Нет. Это здорово. Представь, если музыка звучит, то можно как бы фактически быть участником этого. Да, то есть люди могут и потанцевать, и аплодировать, и поддерживать. То есть это вообще отличное мероприятие, отличное. А после конкурса планируется следующий конкурс, розыгрыш сертификатов. То есть люди, отвечая на какие-то вопросы, выиграют сертификаты на... На что, Елена Анатольевна? От партнеров нашего фестиваля. То есть это на сертификаты на мастер-классы, на посещение танцевальных студий. Что у нас там еще есть? В общем, такое творческое развитие, Аню Медведевич, да? Да. И после этого будет еще концерт небольшой. Организованный теми сами представителями. Да, ну не совсем, дело в том, что... Те, кто не готов был отдать костюмы, но хотят показать свое творчество и красоту своих танцев, песен, они будут выступать как раз не в номинации концерта, где просмотр номеров с костюмами, а отдельный концерт. Но также точно они будут проходить не в зале, а здесь же будут на площадке, на общей. Получается, практически на весь день завтра, начиная с полудня и до самого вечера. Начало в 11? Да. Начало в 11, кончание в 3, торжественное открытие в 12. Я не знаю, на весь день, не на весь день, как получится, как пойдет. Как петь будут. Как петь, танцевать, есть. Как гулять будут, да. Плясать. А национальная кухня, где разместится, там тоже специальное место будет предусмотрено? Нет, их мы оставим, скорее всего, на улице. Ну, как всегда. Пусть мокнут подождены. Нет, там палаточки. Ну, это и правильно, с точки зрения безопасности. Да. Тем более, что там будет много готовиться на открытом огне. Там будет на один человек готовить. Один. На закрытом огне. Один будет на закрытом огне. Угли, сказали. Только угли. Только угли. То есть, газовые баллоны, да, все такое. Да, все дела там, чтобы, если что, бросить спичку, когда надо, и повеселиться по полной. Ага, то есть, а что там, плов будут готовить или шашлык на углях? Ну, конечно, плов, шашлык. Плов, шашлык, наверное. Плов, шашлык, два в одном. Дорогие слушатели, завтра начало мероприятия в 11, даже если открытые в 12, не забудьте, там будут не только красивые костюмы, пение и танцы, но еще и вкусный плов и шашлык. Да. И чак-чак. А еще чак-чак. Может быть, что-нибудь еще. Пока не знаю. Вдруг что-то еще придумать сегодня. Вдруг за ночь мы еще испечем. Да, что-нибудь. Вдруг мы сделаем форшмак. Известные люди, руководители города, области, тоже их приглашаете? Они, да, вот письмо пришло, они придут. Они это кто? Это Бикетов. Кто у нас еще придет? И глава города. И глава администрации города Кирова. Перескоков, Владыкин. Перескоков, Владыкин. Давайте остаться с простого народа. Нет, мы не можем. Они, кстати, никогда многое не едят. Они очень себя ведут всегда. Скромные. Да, очень так. Слушайте, а вот ответьте на такой вопрос серьезный. Слава богу, у нас в последнее время общими усилиями развивается все-таки направление движения. Мероприятий довольно много проходит, да, и где мы можем посмотреть национальные костюмы. Так окунуться во всю национальную атмосферу. А вот ваш проект, если можно так его назвать, он чем отличается от того, что уже было? И вот вы такое свое лицо на будущее хотите сохранить? Нет, ну вообще сам формат даже, я бы сказала, отличается. То есть у нас не было каких-то... У нас были праздники, и классические всегда на празднике это концерт, национальная кухня, мастер-классы. Мы отличаемся тем, что хотя бы вот этим конкурсом. Начинаем с этого, да? Ну и, собственно, самим, как это сказать, способом проведения, что ли, мне кажется... Это мероприятие, наскать, инициировано именно национальными объединениями. Уже это его отличат от других мероприятий, где их не приглашают там быть просто участниками. Они непосредственно... Они участвуют сами. Да. В том числе участвуют в организации... Этого мероприятия. ...это мероприятия, да. Ну, я так понимаю, что главное... Из того, что это главное отличие, это, скажем, большая вовлеченность... Ну, это да. ...людей во все процессы. То есть не просто сами организаторы тут вот для вас чего-то. А они, так сказать, организаторы... Нет, мы собрались. ...сказали, вы, ребята, идите, мы будем делать вместе с вами праздник. Да, четко распределили обязанности. Каждый работает в своем направлении, каждый чем-то занимается. Но с другой стороны, я считаю, что очень важно, что появился еще один праздник. Потому что я вообще за праздники, честное слово. Которые, кстати, вы ежегодно планируете сделать, да? Мы планируем какое-то, да, мы содружество. Но каждый раз тема... Вот здесь, допустим, был костюм. Следующая тема будет какая-то... Ну, если получится, мы надеемся. Да, следующая тема будет какая-то другая. То есть общая, как бы, канва. Понятно, что праздник предполагает какое-то концертное действие, там, ну, мастер-классы, что-то еще. Но каждый раз будет какая-то своя вот эта тематика, изюминка такая небольшая. Ну, тут же можно бесконечно, да, фантазировать? Конечно. На будущее. Конечно. В этом году костюм отдали у нас. Что-то еще. Та же песня, тот же танец. Во всем этом, вот с моей точки зрения, согласятся со мной организаторы или нет, очень важно сохранить вот эту вот вовлеченность. Чтобы люди, приходящие, становились непосредственными, не зрителями, а непосредственными участниками. То есть вот это вот, чтобы они вот в общем круге танцевали под разные там национальные и могли тут же учиться элементам этих танцев. Вот там, если возможно, значит, тут же учились готовить эти национальные блюда. Я понимаю, что форшмак сложно приготовить на улице, так сказать. А что там сложного-то? Ну, там есть... Селедка, яблоки. Ну, как потереть там и все такое, все равно это там... Да нет, наверное, не сложно. Мне сложно судить, потому что я часто его делаю, у меня уже я могу так. Ну, значит, в следующий раз будем на улице учить готовить вашу блюда. Легко. Так что вот это, мне кажется, что вот если не потерять, вот это является вот с этой точки зрения такой... Вот это вот сохранить, это будет... Да и пусть вообще будет больше праздников, больше. Нет, много праздников тоже перебор. Алла, вы сказали о том, что какой-то еще удивительный коллектив будет выступать? Девочки, вы сказали, это еврейские имеются в виду? Девушки нет. Есть группа девушек, ансамбль, танцевальный ансамбль Маген Давид. Они называются. Это девушки. Что значит Маген Давид? Звезда Давида. Это девушки. Маген Давид. Ну или Маген Давид. Как-то я, честно, с ударением я могу наврать, честно. Извиняюсь перед всеми, могу ударение перепутать. Давид, понятно, Давид, Маген, то есть вопрос ударения в слове Маген. Да, да. Я уточню преподавателя по ивриту и в следующий раз я скажу правильно. Вот. Который был у нас? Андрей? Андрей. Нет, он изучает ТОР. У нас есть преподаватель по ивриту. Мы занимаемся ивритом, да. У нас есть группа такая очень. Если скажите, слушайте на иврите. Приглашаю всех на праздник. Не скажу. Я просто волнуюсь немножко. Поэтому для того, чтобы сосредоточиться, мне нужно вспомнить слова. Поэтому я могу завтра что-нибудь сказать. Завтра на празднике вам скажут. Да, я подготовлюсь. И всех поздравлю на иврите. Так, давайте про ансамбль поговорим. А, вот. Есть группа девушек. Они увлекаются уже несколько лет еврейской тематикой. И они танцуют. Еврейские национальные танцы. Вообще прекрасно танцуют. И они будут выступать в концерте. Вот, собственно говоря. Приходите, уважаемые слушатели. И вы увидите этих замечательных девушек. Они вообще прекрасная группа. Такие вообще светлые. Вообще чудесные. Просто очень. Хорошо. Я думаю, так в целом мы очень подробно осветили. Завтрашний фестиваль «Мы со дружеством», который будет проходить на базе Дома Дружбы Народов. Октябрьский проспект. Трудно, собственно, не знать, где он находится. Я имею в виду ДК Металлургов и Дом Дружбы Народов. А не Октябрьский проспект. Завтра в 11 часов начало. Собственно, в 12 официальная часть стартует. Обязательно приходите. Всей семьей, безусловно. Но мастер-класс уже в 11. Да, да, да. И все-таки мы на будущее всегда думаем. А что дальше? Планы. Давайте вкратце пробежимся и по Центру национальных культур. Новый год еврейский скоро празднование. Да, 24 сентября. 24 сентября. Роша Шана. Роша Шана. Заранее всех поздравляю. Чем будете жить, дышать в ближайшее время? Елена Анатольевна, тоже присоединяйтесь. Как обычно. Подведем итоги прошедшего года. Подумаем о том, что мы должны сделать в следующем году хорошего. Вот, собственно, смысл Роша Шана. По большому счету. То есть сейчас, пока вы в ближайшую перспективу, у нас Новый год еврейский. И все мысли пока... Надо закончить достойно год как-то так. Чтобы было что вспомнить, хорошее, настроиться как-то на следующий год. Тоже будет праздник? Тоже будете приглашать? Ну, мы вообще своим еврейским кругом отмечаем все праздники еврейские, собственно говоря. И будем отмечать, как обычно. Да. Вот. Если говорить о Центре национальных культур. Елена Анатольевна. У нас начнутся занятия по татарскому языку. У нас работает клуб татарского языка Тугантен, родной язык. Куда приглашаются все желающие. Обычно занимаются они по субботам, а следить за анонсами на нашей страничке ВКонтакте Центра. Мы всегда анонсируем эти мероприятия. Это впервые татарский язык обучения? Нет, у нас уже 6 лет занимается группа. За 6 лет там можно научить человека шпарить уже по-татарски. Ну, в конце там обычно занимаются две группы. Уровень разной подготовки. Ну, говорят... Ну, некоторые уже шпарят. Некоторые уже шпарят. Так, что еще? Что еще? Ну, будем, наверное, готовиться к 4 ноября. День народного единства. Обязательно проведем мероприятие День народного единства. А там уже и Новый год. Традиционно наш межнациональный Новый год. Обязательно будем проводить, отмечать. В общем, время бежит. А Лосин еще хотела... Я хотела, да, Елена Анатольевна начала говорить про субботу, и я вспомнила, что, наверное, со следующей субботы возобновляется занятие курсы кройки и шитья для национальных мамочек, которые прекрасно работают в Центре национальных культур. Вот мы отработали год. Так что приглашаю. Так, объясните, чему вы конкретно женщин там учите? Я учу женщин правильно снимать мерки, кроить, шить. Пожалуйста, женщины всех национальностей приходите. Это касается одежды, вещей в целом, не только национальных, в общем, любой. Нет, абсолютно любой. Обновить свой гардероб хочется. Да, вплоть до того, что у нас бывает занятие, что мы берем ткань, раскладываем, и я учу сразу. Сразу помелировала горло, и сразу на ткани все это поехали. Модельер, например. Это не мешает сразу с элементами национального одежды, если кто там... Ну, нет, это не мешает, но мы как-то... Давай, скажем так, женающие шить национальный костюм могут обращаться к Алёсифу, мне надо помочь. Я помогу, да. Завершается, увы, наша программа, совесть нерушимая, очередная. И мы желаем вашему кораблю, так сказать, в виде фестиваля мысодружества большого плавания. Ни пуха, ни пера, что называется, да? Спасибо, спасибо, огромное спасибо, спасибо. И чтобы все прошло хорошо, еще раз всех приглашаем. Огромное спасибо. Всего доброго, на этом прощаемся. Спасибо нашим гостям, Елена Рыкова, Алла Новикова и ведущий Азиз Сагаев. И Владимир Сметанин. Всего доброго. До свидания. До свидания. СОЮЗ НЕРУЖИМЫЙ